МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Люберецкого районного телевидения новый информационный выпуск в студии Ольга Чуканова. Вначале коротко о главном. Строили, строили, наконец построили. Сегодня состоялось долгожданное открытие станции метро Котельники. Подготовку к новому отопительному сезону обсудили члены комиссии по чрезвычайным ситуациям. В Наташинском парке появится площадка для выгула собак. Строили, строили и, наконец, построили. Сегодня состоялось долгожданное открытие станции метро Котельники. Приветственные слова звучат от губернатора Московской области Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина. Они спустились внутрь, увидели вагоны первого пущенного поезда и оценили дизайн новой станции. Стены в серо-желтом мраморе, пол в красном граните. Колонны, то есть соединения хай-тека с архитектурными традициями, известного на весь мир московского метро. Это вторая станция Московской области за последние годы. Первая была в Новокосино и сегодня вот здесь в Котельниках. Я надеюсь, что она поможет вам быстрее добираться в Москву, из Москвы. Затем мэр и губернатор оставили свои подписи на информационном щите и указали дату 21 сентября 2015 года. Котельники строили с 2012-го. Открытие откладывали несколько раз, в основном из-за юридических проблем. Но сейчас все улажено, котельники стали конечной точкой фиолетовой ветки на юго-восточном направлении. Губернатор назвал их самой современной станцией. Без особых проблем могут передвигаться и люди с ограниченными возможностями. Я очень рассчитываю, что это не последняя станция метро и сегодня федеральная программа, которая реализуется в части Московского транспортного узла, позволяет нам расшивать самые узкие места. Это касается и шезнодорожного сообщения пригорода, это касается метростроения и магистрали автомобильных дорог. Из-за перераспределения потока пассажиров соседних, перегруженных Выхиной и Жулебина, время в пути для них сократится как минимум на полчаса. Это же в первую очередь мощный транспортно-пересадочный узел, несколько парковок на тысячи машин и новые маршруты. Эти автобусы будут курсировать от метро Котельники до городов Люберцы, Жуковский и Дзержинский. Пропускная способность современной станции до 200 тысяч человек в день. Она стала второй открытой в Подмосковье и это большой шаг к тому, к чему мы так стремимся. Единой налаженной транспортной системе между столицей и регионом. Утро понедельника. Сотрудники администрации и всех подведомственных организаций Люберецкого района начали с оперативного совещания, на котором отчитались о проделанной работе за минувшую неделю и поделились планами на ближайшую семидневку. За минувшую неделю в районное управление внутренних дел поступило 1056 обращений граждан. Возбуждено 57 уголовных дел, из них 43 раскрыты по горячим следам. Подразделения Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществили 48 выездов по сигналу тревоги. Участвовали в ликвидации пяти пожаров, четыре из которых произошли на территории Люберецкого района. Как отметил Павел Иванов, участились случаи ложных срабатываний пожарных сигнализаций в школах и детских садах. За неделю поступило восемь таких вызовов. Звено охраны срабатывает неудовлетворительно. При получении сигнала о сработке ни звонка от охраны не поступает, ни диспетчер не может дозвониться на объект. Мы срываем все силы и средства практически гарнизона для того, чтобы приехать к ложной сработке и ничего не обнаружить. Охрана, как всегда, руки разводит, говорит, о, а мы забыли, а мы не в курсе, а вот мы не знали, как действовать. В связи с участившимися ложными пожарными тревогами, руководитель районной администрации Ирина Назарьева дала поручение представителям управления образованием. Провести тренировку, обучение всех служб, которые охраняют и осуществляют, следят за безопасностью наших образовательных учреждений. Чтобы был четкий регламент, листочек, расписанный у них, что и как они должны делать. Как отчитались представители сферы ЖКХ, на минувшей неделе в коммунальном хозяйстве все было спокойно. Предприятие завершает работу по подготовке к зиме. Тепло снабжающие предприятия проводятся пробные топки и идет заполнение системы технически подготовленной водой. Бронислав Кореновский поделился радостной новостью. На областном конкурсе «Лучший по профессии» среди предприятий ЖКХ Люберецкий район был награжден дипломом за лучшую экипировку. Марина Архипова, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. И в продолжении темы подготовку к новому отопительному сезону обсудили члены комиссии по чрезвычайным ситуациям. Все 80 котельных, а также центральные тепловые пункты, расположенные в Люберецком районе, подготовлены к отопительному сезону. Об этом заявил на заседании комиссии Бронислав Кореновский. По его словам, в учреждении социальной сферы с круглосуточным пребыванием детей тепло уже подано. В остальных объектах проводятся пробные топки. Поэтому мы готовы подать тепло в любое время в зависимости от погодных условий. То есть, когда в течение пяти суток среднесуточная температура ниже восьми градусов. Бронислав Кореновский озвучил и проблемные моменты. Так, за последнее время в адрес администрации поступило более 70 жалоб на некачественное горячее водоснабжение от жителей трёх домов, запитанных от предприятия КАМОВ. Суместно с работниками Люберецкой теплосети мы обследовали участок. И на участке теплотрассы горячего водоснабжения обнаружена утечка. Мы вскрыли один участок и разведка показала, что трасса ветхая и требует срочной замены. Начальник управления ЖКХ предложил поручить Люберецкой теплосети в срок до 1 октября произвести работы по полной замене аварийного участка трассы горячего водоснабжения протяжённостью 140 метров. Я думаю, что надо поддержать предложение Канердиновского, Бронислава Казимировича по вопросу проведения теплосети ремонта и закупки услуги как у единственного поставщика. Потому что иначе наши жители не только без горячей воды, но и без отопления могут остаться. Как отметил глава Краскова, проблема с отоплением возникла в нескольких новостройках поселения. По этой причине дома не приняты в эксплуатацию и не заселяются. Компания «Юнион-ТК» застройщик проложила самовольно трассу, которую до сих пор никто не может определить, где она лежит. Она находится на глубине 6 метров. Она не ремонтопригодна, так как проходит под чужими земельными участками. И вот в эксплуатацию этих домов мы не можем никаким образом дать своё согласие. По словам Владимира Волкова, администрация Краскова требует, чтобы трасса была проложена согласно проекту. Земельный участок и стоимость работ определены. Вопрос будет решаться в судебном порядке. Марина Архипова, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. В Наташинском парке появится площадка для выгула собак. А милеющие пруды пополнят ключевой водой. Об этом рассказал директор парка Александр Мурашкин. Летняя веранда Наташинского парка собрала несколько десятков жителей. В начале встречи выступил директор парка Александр Мурашкин. Он рассказал о том, что было сделано в парке за этот год и отметил, что ещё предстоит решить проблему обмеления прудов. Однозначно надо буриться. Буриться здесь где-то скважину, чтобы потом из этой скважины закачивать воду вот таким вот искусственным путём в Наташинские пруды. Недавно парк был огорожен. Кроме того, в нём появилась охрана. Вместе с тем, одна из жительниц обратила внимание на то, что охранники не делают замечаний нарушителям, которые распивают алкоголь и мусорят. Боремся, говорим, знаки вывешиваем, замечания делаем. Что касается охраны. Вот они вот стоят два молодца. Они знают, как жёстко всегда с ними ведём разговор. Сколько уже здесь человек поменяли. Площадку для выгула собак построят к ноябрю. Много пожелания о её обустройстве было высказано жителями. Кроме того, стоит вопрос о запрете выгула домашних любимцев на территории парка. Я сейчас иду, здоровая собака, Алабай, ну без намордника. Ну она не кусается. Ну как ты можешь гарантировать, что она не кусается? Всё-таки это собака. Свою голову туда не поставишь. Ну как-то надо уважительно относиться. Ведь при всём при том, вы видите, сколько детей гуляют у нас в парке культуры и отдыха. Помимо этого, в ближайшее время на Наташинских прудах установят постоянную сцену, построят новую волейбольную площадку. А на месте кафе «Кораблик» появится административное здание для сотрудников парка. Наталья Григорьева, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. Министерство культуры Московской области объявило конкурс на предоставление губернаторской стипендии выдающимся деятелям искусств, а также молодым талантливым авторам. Соискатели выдвигают органы местного самоуправления, творческие организации, другие объединения работников культуры и искусств Московской области. Стипендии присуждаются по двум номинациям. Выдающиеся деятели культуры и искусства 10 стипендий по 15 тысяч рублей. И молодые талантливые авторы 50 стипендий по 9 тысяч рублей ежеквартально. Выплачиваться они будут в 2016 году. Прием заявок осуществляется на сайте Министерства культуры Подмосковья. Смотрите далее рубрику «Свободный микрофон». Наши корреспонденты выяснили, какое место города самое любимое для люберчан. В Люберцах постоянно проходят мероприятия по благоустройству и озеленению. С годами город становится краше, а достопримечательных и памятных мест становится все больше. А какие из них являются самыми красивыми? Давайте спросим у люберчан. Вечный огонь. Памятник героям, солдатам погибшим во времена Великой Отечественной войны. Конечно же, вечный огонь. В хорошем состоянии сейчас. Вечный огонь и все. В общем, в парке на той стороне тоже неплохо прогуляться. Памятник вечного огня. В Люберцах мне нравятся. Там Наташинские пруды были очень часто. Самым красивым, я считаю, что фонтан, наверное, около кинотеатра. Ну, может быть, стадион. Там, в принципе, торпеда. Красивый есть памятник в центре, напротив Дома культуры. Самым красивым, я считаю, Октябрьский проспект. И сквер во дворе дома 346-го. Не знаю, мне вот это нравится очень. И нравится, где фонтан, УДК. Вообще наш красивый город. Самое красивое, наверное, это наш городок. Так, именно А. Он самый зеленый. Мы там часто плываем. И еще там сейчас памятник поставили. Но это правда в городке Б. И там территория очень красивая. Наташинский парк. Паркные были красивые у нас. Какой парк? Люберецкий, который около 100-го. Не знаю, Наташинский парк, может. Ой, вы знаете, мне кажется, город вообще за это время стал самым красивым в Подмосковье. Потому что новые улицы, все это облагорожено. И даже я затрудняюсь сказать, где у нас краше. Как показал наш опрос, большинство люберчан считают, что самыми красивыми местами нашего города является памятник у Вечного огня и парк Наташинские пруды. И это все, о чем я успела вам рассказать. В студии была Ольга Чуканова. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова